Чё мы вверх с тобой? Чуть-чуть? Чуть-чуть. Ну или чё ты? Ну или чё? Короче, давай, обычно чуть-чуть убьём, потому что потом в декабряху и придёшь, блядь. А только корпоратива. Да. Зная тебя, заразу, ты хрен придёшь. Короче, открылись у нас ещё барберы. Один взял в Арбате, Казбекова один, торговый дом Арбат. Барбершок. Мой кабинет. Который раньше, который... Большой, да. Барбер теперь он у нас там невъебенный. Блядь, как стыдёт. Это который... Стоп, стоп. Стоп. Блядь, как стыдёт. Нет, он хорошо умеет вести Инстаграм, мальчик. Создавать видео. Контент. Да, ну а где-то как-то ты прям туда. Почему-то. Это видеоконтент хорошо создаёт. Стычь, нихуя. Ольга, да. Да. Фуфлыжник, он, блядь, а не ольга, блядь. Ну, я не надо... Блядь, это... Просто фуфлыжник. Ой-бой. Это давно уже? Второй месяц. Первого ноября месяц было. А я, это... У меня сегодня его друг утром стригся восемь. Саламат. И... А... Позавчера ещё один его друг стригся. Говорит, что-ка мне? У вас теперь сламка есть? Угу. Да я, позавчерашний-то, говорю, дядь, что-то инсту глянул, блядь. Думаю, да ну его нахуй, блядь. Гуля ездит, говорит, с Караганды едут, сейчас, блядь, хуй вы знает, как он подстригёт. А я, говорит, всё равно, говорит, ну, редко на хорошую стрижку к вам попадаю, говорит, с Караганды редко сюда приезжают. Подумал, нахуй, не пойду. А я, говорю, а что ты? Ну, исходил бы, блядь. Нет, что-то нет, инстаграм посмотрел, говорит, что-то не знаю. Не понял. Я ему открываю, я скрин уже сделал. С его инстаграма. Пришлось зайти, блядь, с другого инстаграма. Глянуть. Что-то сказать, ты знаешь, вообще нихуя не сказать. Ой, буй сказать только. Реально, блядь, вот научил. А я-то ушлая, я же уже, блядь, учёная. Как их проверять, блядь. Мне нахуй твоё видео скачивать. Ну, хорошо, что я его не могу скачать, блядь. Мне оно и не нужно. Я могу делать скриншот. И внимательно всё посмотреть. Каково было, блядь, моё возмущение, блядь. Я говорю, вы чё там охуели? Другому барберу пишу. А он мне говорит, в смысле? Я говорю, за что без мын? За кромсалов? Вы хотите, чтобы я вас, блядь, конкретно уже начала по балхашу всех парафинить? Так я, сука, вот это всё выложила, блядь. Это вы ему или другому? Его другу. Тоже барберу. Тоже Ислам зовут. Я говорю, вы чё, пидорасы? Я прям ему написала, блядь. Вы охуели вдвоём там. Какие без мын. Полторы и никаких нахуй. И то за мойку, да? Да, как говоришь. Вот сейчас эти ребята придут домой. Ой, это ещё же хуйня. Прикинь, за что? Да жалко ребят, блядь. Ты понимаешь, кто-то же, не все же работают, ребята. У кого-то родители как, ну, ещё содержат. Кто-то учится, студенты. И представь, родители дают деньги на сын, иди. А завтра сыну опять надо идти. Он как будет? Мне, например, стыдно матери в глаза будет смотреть, блядь. Мам, дай ещё. Будет ходить? Да, будет вот такой ходить, представь. Это кошмар. Нет, самое интересное другое. Ты знаешь, что я заметила? Наши волхарские барберы. Ой, эти люди. В инсту, знаешь, что пишут? Огонь. А для чего? Ты чё, блядь, у него столько комментариев? Ебеческая сила. Лайков. Прикинь. Я в инсту зашла, я ухудела, блядь. Я думаю, за что? Расскажите мне, пожалуйста, поподробнее. Вот с этого места прям вообще поподробнее, блядь. На стрижке, где вообще сплошная кривизна, нихуя не стрижена. И видишь, ставишь, пишешь ему коммент. Удаляется. Отрицательный. Нет, ребят жалко, я тебе серьезно. Родители их не жалко, которые вот эти деньги пашут, зарабатывают. Дают. Да и даже человек сам 200 тысяч заработает, 300 тысяч, блядь. И эту пятерку выкинуть, и через день уйти еще раз, блядь, еще раз надо выкидывать деньги, блядь. Сейчас мы зарабатываем миллионы. Реально многие вот у меня клиенты по полтора-два месяца не стрижутся, не за того, что там они не хотят, но нету. Только я вот рассчитываю раз в два месяца, ну, у меня ноги так честно говорят, но я и наоборот пробую ходить и режу, чтобы было что стричь, на чем подумать, блядь. Я наоборот не люблю, когда газ, вот там, каждые полчаса блядь, у меня какие-то хера тоже, я их пытаюсь отшивать. Каня уже говорит, так сегодня не приму, у меня занято. Стараюсь, там, ой, давай, там, потом. Потом он где-то забывает, там, где ходит, недели две ходит, а то у меня есть уже. Я тебе говорю, есть такие, но я этот, я стараюсь их, этот. Ой, у меня сегодня ужас времени нет, мест нет, иди. Думаю, а завтра он на работе, там еще три-четыре дня походит, я как-то стараюсь отодвигать чуть-чуть их. Да, этот. А вот не все же такие, вот и представь, блядь, что есть деньги. Пошел, и бог у тебя. Не все, ребята, что финансово прям, вау. Не, реально, мне у всех есть бабло, чтобы взять, выкинуть. Ай, ладно. Сейчас скажу еще раз. Не, реально ее, господи, по себе знаешь, для чего? Сама не миллионер. Ага, мы лишь думаем, что она тут миллиарды крутит. Ой. Скоро, скоро, сейчас, чуть-чуть еще. Еще это, с полугодика. Ну, к Марте начну, реально. Марте, у меня дочка замуж выходит. Ага, старшая, да. Запасла в Германии, в Казахстане. Взять у меня будет правительственный посол. Они сейчас в Германию поехали, с его родителями официально, ну, не по телефону, этот, скайпу общаться, а так познакомиться. 29-го улетели с будущим взятием. Позвать их на декабрь месяц сюда, Новый год провести в Казахстане. Ага. Ну, я не, потому что я не могу поехать, хоть сейчас вот, собраться и поехать, 20 клиентов на Новый год. Я им сказала, я 31-го отработаю, 31-го сяду за ручку и поеду в Астану. Первого буду в Астане, 31-го до вечера отработаю, сяду и сразу уеду. Первого буду в Астане и первого познакомимся. Новый год, новый знакомство. Новый знакомство. Не накосячит, не спорует, не сядет, не убьет никого. Новый год. Что? У меня тёща нигде-нибудь не эта, у меня же будет такая сажор, что политическая, не касается верности, и у меня дёща говорит, мама, не вздумай никуда лезть. Тише сидит. Вот так показала, да? Я ей говорю, Ксения, ты ему пока ютуб мой не показывай, мама там мотивится в каждом видео. Она говорит, мама, представляешь, сидит, говорит, женщина какая-то подстегает ютубик, стала, говорит, часто вылазить прям везде. Я ей говорю, ты не вздумай ему, блядь, сказать, что это твоя мать. Она говорит, и сказать, каково будет его удивление. Я говорю, пусть пока не знаю. Поженитесь потом. Ну, вот, надо ехать, этот, этот, ну, вещь, этот, в декабре не могу, потому что реально я вас подставлю. В январе на пару дней поеду, вернусь, всё договоримся, какой ресторан, чего, по сумме, у нас 50 на 50, жизнь, клачусь, у нас никак у вас. Ну, 10 миллионов даю, сейчас вот дала ей, это, 3 миллиона на платье, там, в Германии, кипит. Платье 3 миллиона. Сразу. Сразу. Платье 3 миллиона. 6 тысяч долларов. Мне было плохо, когда я деньги сложила на каске, ребят, фарш. А, ты что за тревелюра на свадьбу, это, платье только. Мне тошнило, мне было плохо, у меня болела голова, у меня в этот день не было настроения. Ну, блядь, жадно, потому что видишь, что лицо в грязь неохота упасть. Теперь ещё в декабре надо идти себе, это, кой, ресницы, наверное, наращу. Губы, блядь, наверное, а, мы сделаем. Ногти. Сейчас, короче, блядь, купила никотиновую кислоту. Голосы, вот, месяц уже мажем, уже выросла, ага, вот эти. Молова, да. Ага, не было, как я же, дать. Начала волосами все, и мы, думаю, за два месяца как раз восстановятся. Это сколько лет, мы всё же не делали, волосами все полуподали, думаю, ладно. Которые детей любят, как дом жика какая-то. Они же не подумают, что, да, принимают этот альбом, говорю. Ну, думаю. И пэвы. Да, 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 да. Вот, это, пойдём в декабре, найду на стирок хороший, буду ходить ногти, то есть всё в колярах сидит, это, гибай, мы сделаем, мы ногти сделаем. Короче, надо ещё костюм посидеть, вот, на днях заказать вот, какой-нибудь, несколько штук. А зачем мне платье? Ну, или платье, или костюмчики, всё равно надо, чтобы не сапожки какие-то, брать, купить, где-то, что бы. 90-90, 90-90, да. В спортзал сейчас хожу, с вчерашней войны, в Вавилон. Ну, два месяца, чуть-чуть так снять, и микс. Всё, только фотографии, да? Да, да, да. Ой, мать, смешно. Звонили, блядь, на WhatsApp, заболвали, блядь. Они снимают. Сейчас снимать не хочу. Ну, вот этого сейчас, который, это, толстого сняла. Он прям, это... Он хоть и седой, ага, кто-то звонит. Ерлан. Что за Ерлан, блядь? Ерлан И. Подписанный, ну, не знаю, кто такой. Ой, нахуй, блядь. В WhatsApp пишите, блядь. Все звонят, блядь. Нахуй, я на WhatsApp звоню. Вчера одного чеху сел, блядь. Не знаю, откуда номер взял. Пишет мне. Здравствуйте, чипа, там что-то городу подровнять. И тут же начинают звонить, звонить. Ну, блядь, видишь, что не снимаешь, блядь. Жди. Я вам пишу, торопитесь, моча в голову ударила. Удача. Блядь, думаю, а сегодня мне кто-то с российского номера написал. Угу. Какой я знаю кто это. Ну, лишь, блядь, больше не здесь. По формату. Угу. Ну, блядь, с российского номера. Сейчас мы еще расселим. Взять, может? Ага, нехуй взять. Постасли их много. Я тебя умоляю. Проверить, ждешь сюда. Блядь. Блин, нет. Мамы в магазин, там, где мамы, косметику делают. Ну, хоть тоже едут. Ну, короче, богатые люди, дожатки. Думаю, как сказать, похуй мне, лишь бы вот эту свадьбу сыграть. Одни себе рация дать, знаете, да? Ага, дать. Нет, мне лишь бы, это, как вот, сейчас сказать, свадьбу сыграть. Угу. Не упасть лицом в грязь. Да, да. И все. И дальше не могу я с ними, что буду убедиться, что ли. Здрасте, здрасте. Напишу раз в месяц, как дела, как погода. Что там, родственники? Так, семейная жизнь. Да, 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 да. Финансово им помогать не надо. Ну, у него в неделю 7 миллионов на наши деньги, ЗПН. Ну, а что еще? Кто еще кому должен помогать? Угу. Плюс они, ну, сейчас вот, на садебных путешествиях в Дубай зовут, моих малых еще. Угу. Вот так забрать. Ну, это еще я еще не висела. В школу надо весь отпрашиваться. Они на садебных путешествиях в Дубай на месяц летят. На весь апреля, ага. Ну, это она мне пишет, мам, может, этих заберем в лодку. Не, я поздала, чтобы их забрали. Угу. Просто школа, во-первых. Во-вторых, блядь. Я просто подумала, блядь, мы не во сколько выльется каприза моих детей. Угу. Думаю, тут и свадьба, блядь, еще и такие, блядь, финансы, нахуй. Не знаю, что думаем. Не, если это зять-то скажет в январе, что мы сами оплатим. Это же только одного слова, да? Да, 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 да. Отправлю. А если мне надо купить? Нет, потому что я хочу кресло купить барберовское. После свадьбы думаю, нахуй. Не надо, пока. Видишь, еще ютубом занимаюсь. Угу. Да, прям звездой становлюсь. На 634 подписчиков. Блин, ты блядь. Мне сказали, 400, да? Ну, блин, чуть-чуть еще. И вообще будет это... Да, чуть-чуть еще. Блядь. Я буду мегапопулярно. Я посмотрела, я тебе прошла по этим вот этим блогерам. Не только парикмахерам. Там какие-то мунбам, живут на камеру. Всякие автороллеры, там что-то. В основном у всех аккаунты созданы в 16-м году. Созданы у одной 22 тысячи подписчиков. То есть с 16-го года по сегодняшней всего 22 тысячи подписчиков. Ну, ее смотрят дохуя. Подписчиков мало. Ну, по-моему, ей 22 тысячи за столько лет. Ну, как-то маловато. Другая блогерша в 16-м году. Создала 700 тысяч подписчиков. Там только двое, у кого миллионники. И все они созданы в 16-м году. Ну, там же труднее ничего. Вот. То есть мои 600 с копейкой. Да, прям. Да. Это получается 22-го часа 6 месяцев будет. Видишь, такой контент у меня. Ну, у меня же не все смотрят. Это пожрать там люди чай, кто-то на ней, блядь, это смотрят. Хлюпанье вот это. Блядь, 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 блядь. Сука, я их открою. Я не могу на них смотреть, мне не тошнит, блядь. Как можно чай пить? Блядь, еще на камеру, ты понимаешь? Еще это все на камеру. Еще вот это вот... Я не знаю, конечно, блядь, но в моих понятиях так не укладывается. Я как-то все-таки за культурной какой-то ложку-вилку и все разрезала ножичком, блядь. А это, блядь, целую яичницу. Чуть, блядь, не машинку, сука, в рот засунули, блядь. Ну, ты ж на них. Ну, то есть, знаешь-то, за 10 лет собрать больше 100 тысяч. Это, ну, как будет, вау. Потом посмотрела одного парикмаркера. Он уже с 15-го года у него, российский какой-то хуй. Барбаса. Ага, 77 тысяч подписчиков с 15-го года. Ну, то есть, такой контент, он хуня, в общем. Но в плане того, что... Как это тебе сказать? Он не умеет стричь этот барбер. Ну, и то у него. 77. Ага. Может быть, и было больше, но люди отписались, потому что нихуя они не умеют. Ага. Скорее всего, что-то такое там упомянули. Да, и вы, как тебе сказать, я... Мне их не деньги, в принципе, до пизды. Я хочу известности, популярность. Мне вот эти какие-то там монетизации, я за ней вообще... Они вообще не пили. Мне нужно, чтобы все знали, что здесь такая мега-мастерка. Супер-мастерка. Что-то с гордостью можно было сказать, фу... Я вам не стыдюсь. Да, представь, вот сейчас даже будет тысяча-полторы-тысяча подписчиков в Ютубе. И вот где-то сидишь, и тебе человек говорит, блядь, какая-то барберша там, парикмахтерща в Ютубе. А ты бишь, ха... Вот где-то на вас. Уже, знаешь, как-то, ну так, с гордостью. Что я все-таки вас не подвела, и даже выйдя на такой уровень, если мы это уже, считай, я дала, как сказать, это вызов обществу. Создавая Ютуб такой, чтобы меня смотрели всех. С маленького года. Вот, это вызов получается. Да-да-да, я сейчас правильно выразила, что это вызов обществу. Что-то, типа, ребята, видится, я умею. Не всякие инстаграмы вот такие пухлые. Ни о чем-то. Инстаграм, тик-ток. Я сейчас на них не нарезаю. В плане, почему. Вот, смотри, сейчас я в Ютубе наберу какое-то количество подписчиков, например, полета. Предположим. Ну, пусть будет, предположим, тысяча подписчиков. Я выставляю туда тик-ток, ссылку, в инстаграм, у меня будет такое же количество. Их и в инстаграме, и в тик-токе ставлю ссылку на Ютубе. У меня прибавится еще больше и туда, и туда подписчиков. Правильно? Надо одну систему раскрутить конкретно. А потом еще и все остальные, они сами. Пацаны. Да-да, и там и тик-ток, и телеграм-канал надо будет поездить. Ну, там оценочная вот эта система в Ютубе. Вот эти барберы, которые меня смотрят. Они, прям, ты знаешь, доебываются до всего. До моей стрижки доебаться не может. Там одна баба, блядь, барбером она работает в России. Она, сука, мне с этими, блядь, расческами мне весь морг вынесла. Уже раз 600 написала. А я ей говорю, ну, как я могу ее убрать, эту расческу, когда она сама скользит по голове и знает, где пробор, где завернуть. Это как им, я ей написала, как навигатор. Я ей говорю, она уже столько прошла, она знает, где у человека пробор, как его расположить. Сама расческа уже, блядь, у ней столько памяти, блядь. А ты хочешь, чтобы я, блядь, взяла ее, поменял. Ну, ты, отца. Вот так, у меня пишет, если что-то тут мне писали, блядь, я бы еще это. А они, блядь, по работе ничего не могут доебаться. Они вот начинают. Паркук не оделан. Ну, а, блядь, поменять. У меня уже косорок вот, блядь, вот так он не будет. Ой, блядь. Заникли мне вот эти... Что они хотят, блядь, я честно говорю, блядь. Если все исполнить, блядь, неуспеешь нам. Типа вот, в интернет выкладывается. Даже без прическа, без метра, без этого. Блядь. А что смотришь, было бы неинтересно, сука. Ты ее смотрела бы разумеется. Еще же просматривает. Ну, там, она за эту расческу в одном видео написала, недавно. А этой расческой я только в конце видео взялась. Там, в середине где-то. А до этого большой такой, другой зал, надо еще сказать. Откуда она знает? Значит, она просматривает все видео. Сидит, блядь, смотрит сериал и, сука, еще возмущается. Ты скажи спасибо, что я тебе его сняла, блядь. Ой, блядь, каких только нету там. Не, я, конечно, не ожидала, что я под 40 лет это... Залезу в какие-нибудь интернет-ресурсы. Решу встать в мега. Ну, уже, я тебе говорю, 600 подписчиков, 634 на сегодняшний день. Уже как-то этот прям... Спинка ровнее. Канты. Да. И прям реально, что это... И главное, что это не тик-ток, вот эта хуйня вся, это, а именно ютуб-канал. Тут уже по-другому, конечно. Нет, у меня их два ютуб-канала. И я вот задумалась... Потому что в одном ютуб-канале у меня одни подписчики. В другом ютуб-канале у меня другие подписчики. Никто на один канал дважды не подписывается. Правильно? Соответственно, мне надо... Я подумала, может мне ссылку туда и туда скинуть? Или на тот ютуб поставить? Половину туда, половину туда. А ты сейчас разделите. Нет, чтобы вот с одного аккаунта переписались все на другой. Объедините. Один аккаунт в два. Ой, два в один. Я уже об этом подумала. Может, блядь, зря я два создала. Так бы у меня уже было за тысячу. Я думаю, может, блядь, скинуть ссылку. Туда-туда поменять. Вот, не задумалась я. А с другой стороны думала... Что-то в комментариях мне не поставили. Что нахуй варить? Ну, я говорю, я про этого барбера там, Ислама, написалась в комментах. Думала, барбер залетел. Оказалось, блясел. Ну, блин! Не удержался. Блокный. Конечно, Блокный. Странно. Даже, блядь, фамилии не спросили. Я бы сказала, что с этой. А я так ждала, думаю, не спросит. Кем-нибудь. И все крыло было. Ну, черт. Красава, как гипотезка. Блокный. Засменили. А здесь еще комменты скинуть. Скрини. Что-то в Ютубе, в Инстаграме пишут. Люди скажут, что? Ну, откуда же тут помойку взяли? Нет. Для меня это помойка не сприжет. Блядь, я тебе сразу говорю, так. Блядь, без всякой. Нет, нет. Один там барбер написал, Балхарский наш. Вы завидуете. Ага. У него типа барберское кресло, мойка профессиональная. Я ему говорю, я мойку профессиональную, блядь, купила и сбавилась, блядь, ели. Ну, когда же зашла, что я же поставила. Я говорю, нахуй она нужна. Вообще неудобная для моей работы. В чем зависть, блядь? Вы завидуете из-за этого, блядь. Ну, я просто не пойму, в чем зависть там. Ну, господи. А у тебя что на работе? Курица эта что там? Или ты все с ней не видишься? Я же сейчас. В другом отделе же. Ты иуразиста. Да, да, ты же сейчас в другом отделе есть. Ты что, нравится тебе в банке? Нравильно, мне нравится. КЗП, что у тебя? Абонса? Сколько тебе? Абонса. Ну, что-то ты не доволен. Чуть-чуть. Ну, начало же все. Маловато все равно, да? Ну, да. Ну, ничего, ты это наберешь. Ты бы ссылку уже скинул, я бы выставила везде. Можно же у вас писать менеджер, какой-то обращайтесь там. Как это у вас там? Какое-то такое нельзя у вас. Можно, но... Как-то... Еще этот... Опыта. Там маловато. Я хочу никого не подумать. Это же там что-то не понравилось. Ну, ничего страшного, отправишь на свою карточку пару миллионов. Какая-то... И все, да? Ну... Ну... Нет, ты можешь мою писать карточку, я не против. Все через нас. Да, да, да. Скажешь, не знаю, она мне дала, сказала, пиши. И напиши только один счет, да? В общем, не знаю, не открывается что-то. Да, там не открывается что-то. Ключей, покинул. Да, да, да. Ну, что этот научишься? Да. Может, что-нибудь другое найдешь еще. Вообще... Что-нибудь, может, получше даже подвернется. Откуда знаешь, блядь. Я бы сейчас такая жизнь, блядь. Сидишь, сидишь, блядь. Вон, парикмахер. Хуяк, блядь. Блёгер. Тиктокером. Завтра, блядь, хуй бы знать, бац, министром стану, блядь. А что он взять, блядь. А вдруг у меня там подтянут и скажут. О! Шарик. Давай, тетка, к нам. Нам такие нужны. Ну? Сейчас как знаешь, не знаешь, как жизнь развернемся, блядь. Я в жизни не подумала, что у меня взять будет правительственную. Откуда вот такие засуды-то? Ну ладно, там пошли, где ночь 48. Здесь я не рассчитывала, что у меня взять будет вот так. и шишка, как Дешимбаев. Правда, не был, как Дешимбаев. Нет, ну он не похож, да, да, он. Он хоть и очкарик. Их, хуй. Иди ты. Да, он очкарик. Ты тут тоже, да? Похож. Не-не, реально, блядь. Будет о чем пообщаться, в общем, с Тершей. Будет записываться на стрижку, да? На стрижку со стороны ездить. Как постоянно ждут. Пока договор не закончится. Будет мотаться опять. Ой, где-то, где-то. Ну, блин. Я вообще планирую вот это поехать. Но еще я планирую чуть-чуть другое. Я хочу написать в Ютубе, что 1-го, 2-го января, 2-го января и 3-го я буду в Астане. Хочу попробовать, чтобы люди, кто желающий подстричься. Найду заранее там... Вообще нет. Прошли, да? Хочу 1-го, 2-го января там... 2-го, 3-го занести. Наш, ты же класс. Да, да, да. У меня со стороны дохила там подписчиков. И в начале декабря там объявление. Там... Тут будет, да, дюжа. Сописывается. Да, да, вот это. Такая мысль у меня почему-то возникла. Показать нашим казахстанцам, как подстригают настоящие мастера. Не только онлайн, чтобы они нас следили. Ой, офф-онлайн, да. Ну и офф-онлайн. Ну и офф-онлайн. Через пару лет ваша мастерка будет мега-популярной. Да, сама того не ожидала. Я даже не думала, что я что-то там создам. Что начну двигаться прям конкретно. Убьюсь в эту тему. Ну, еще мысли не было. Вот сюда перешла. Моча в голову. Думаю, Данька. А по тему будем, да? Попробуй. Смотри, думаю, пошло. Тема вот. Нормальненько так. Блядь, главное не зазнаться. Ты знаешь, считай, боюсь больше всего этого, чтобы не потерялось качество стрижки. Блядь, за это. Потому что, когда получаешь звездность, даже вот эти, которые в Мунбанг ведут, живут на камеру. Я посмотрела там нескольких женщин и парней. Поначалу они прям, ты знаешь, прям интересные, которые старые их не Мунбанги. Я что-то хуйню не люблю, вот эта чавка. А последнее время, последние их не Мунбанги, какое-то свинство, вот реально, блядь, накидают этой еды, блядь, наберут этих хот-дог, пельмени, блядь, пачкали, блядь, наварят казаны перед собой, поставят их. А поначалу все так красиво было, культуально, даже старались. А вот последнее время смотришь, думаешь, да ну нахуй, бля, не хочу так. Если потеряется качество стрижки, понимаешь, ну все. Я не хочу так, я тебе честно говорю, из-за этого я, ну то, что там камера, я меньше всего на это внимания. Я акцент делаю все-таки, чтобы мой клиент оставался, вот как был, так и есть, довольный. Из-за этого мне вот этой темы, я не гонюсь за большим количеством подписчиков сразу. Идет потихоньку, все нормально, все, и я не спешу, куда не спешите. Господи, ну будет через пять лет, через пять лет сколько подписчиков, через шесть лет, значит через шесть. Ну, я говорю, я посмотрела, я тебе говорю, 2016 год, сейчас уже получается четвертый год. То есть у людей за восемь-девять лет набирается. и постепенно наберется. Не, ну так, шесть месяцев, шесть месяцев, лишний выпить, ну еще нет, 22-го будет шесть. И плохо хорошо я работала, это прям для ютуб-канала, это мело хорошо. Хотя бы потому, что, блядь, ну это ютуб. А тикток я редко, что там новенький придет. В тикток, видишь, всех не было? Все. Блядь, в тиктоке вот так и начинается. О, вы что у меня вот в тикток, Ольга, я еще ютуб согласен, а тут меня все смотрят, а так и ныть начинают. Большая часть. Я из-за этого, за тикток как-то этот, сильно не хочу. Я бы с соседом поругалась из-за тикток. Прям с соседом. У меня дома хай-лай, жена орет, я им говорю, идет она нахуй, ну вы его любили, я бы ни хуй я, блядь. Вошли нахуй. А я на третьем этаже живу, а она, сука, вот так представь, наверху меня живу, она специально начала это, долбить. Кричит, пусть у тебя люстра отвалится, тварь. Из-за какой-то стрески. Вот так орала, не помню-то, ну я удалила и сказала, я тебя с контактов удаляю, глупо и динаю. И, блядь, вообще как соседей вы больше не слышу, что-нибудь. Нет, ну, блядь, из-за стрижки, как тебе сказать, там же не было интима или чего-то. Тем более, тикток там не выставляется же стрижка вся, а выставляется до, после, там даже разговора нету, блядь. Чисто музыка играет, пиздец, минутная. И чё, все родственники там, ну она, у нее даже тихо, и гады, я тоже. Теперь же тебе надо вообще быть в идеальном. А, тут у тебя две волосинки сел, нахуё, а чё не растет? Вот хуё, это скоро вообще вырывать никого будет. Ага, все приходят, никого нет. Здрасьте. Здрасьте. записаться хотят. А чё, ватсар, Жанна? Да, я здесь, или там, аааа, три часа дня, помнила. Можно попольше? Петя. Ага, четырех же было, здесь, ааа, четвертый. Не хочет, блядь, тоже, я пошла, а не стала пойти в другую. Да. Все, вот это не улыбается. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...